Хейр-ле-ир-те! Доброе утро! Меня зовут Анна-Мария Тринёва, и я возглавляю Инстаграм, Фейсбук и Мессенджер в России. Мне выпала честь открывать второй в России и первый когда-либо за мероприятие Фейсбук за пределами Москвы. Boost with Facebook. Для начала я бы хотела поблагодарить лично Талью Ильгизовну и Агентство инновационного развития Республики Татарстан, инвестиционного развития Республики Татарстан, за то, что поддержали наше стремление развивать бизнес в Татарстане, за то, что пригласили нас сюда. Я еще отдельно хотела от себя лично сказать спасибо за Казань. Вчера прилетели, посмотрели город. У вас невероятно красивый город, красивая архитектура. Мой весь Инстаграм, абсолютно теперь фотография в Казани. Огромное спасибо! Мы не случайно выбрали Казань и Татарстан местом проведения нашего мероприятия. Я думаю, что для вас не секрет, что в прошлом году Татарстан занял одно из ведущих мест в рейтинге самых инновационных регионов России и является центром притяжения молодых профессионалов, которые стремятся получить навыки в сфере диджитал. И, конечно, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня к нам присоединились, за то, что вы нашли время, чтобы прийти сюда. Потому что мы знаем, что для малого и среднего бизнеса время – это самый ценный ресурс. Я искренне надеюсь, что сегодняшний день будет полезная, эффективная инвестиция времени для вас. Малый и средний бизнес составляет пятую часть экономики России и обеспечивает работой более четверти трудоспособного населения России. И наши платформы – Инстаграм, Фейсбук – являются важным инструментом для развития малого и среднего бизнеса. Во всем мире уже более 140 миллионов представителей малого и среднего бизнеса пользуются нашими инструментами для того, чтобы находить новых клиентов, искать сотрудников, оставаться на связи со своим комьюнити. Но наши платформы – это не только инструмент для развития в России, также наши платформы можно использовать для того, чтобы вводить ваш бизнес за пределы России, строить экспортные возможности. Ведь более 122 миллионов человек за пределами России подписаны хотя бы на один российский бизнес. И мне очень бы хотелось, чтобы там было, чтобы такую же цифру мы говорили, и, может быть, даже больше, мы говорили про бизнес из Татарстана. Потому что из Татарстана вышло очень много известных диджитал бизнесов. Вот, например, компания Admi, которая выросла из портала о рекламе в Татарстане, выросла в ведущую мировую медиа-компанию. Или компания Revealbot, глобальный технологический партнер Facebook, которая тоже сидит здесь, в Казани, и строит глобальный бизнес. И мне хотелось бы, что в следующий раз, когда мы будем проводить и организовать мероприятия, чтобы было больше таких примеров из Татарстана, из Казани, о которых бы мы рассказывали, и так же, как и Admi, и так же, как Revealbot, компании из Татарстана задавали мировые тренды в сфере диджитал. Сегодня мы также, со мной на сцене будет два локальных татарских бизнеса, которые пока только в Казани и в Татарстане. Но кто знает, кто знает. Мы поговорим с Need for Speak, мы поговорим с Казани-экспресс. В целом, я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет для вас полезно, интересно и поможет вашему бизнесу вырасти. Я хочу еще раз поблагодарить Талью Ильгизовну и передать вам слово. Спасибо большое, Анна Мария. Я благодарю всю вашу команду, лично вас за это мероприятие. У нас сегодня запланировано, на самом деле, очень много разных обучений, семинаров и разного типа. Вот сейчас в зале присутствуют представители малого и среднего бизнеса. После обеда мы собираем отдельно крупный бизнес для того, чтобы рассказать им об SMM-маркетинг, про тенденции в этой области. В общем-то, здорово, конечно, что нам удалось не только затащить сюда главу такой крупной глобальной компании, но и даже обучить ее некоторым татарским словам, как вы заметили, которые она отлично усвоила. У нас есть у нашего правительства секретная миссия, и сейчас я вам о ней поведаю. Может быть, она уже перестанет быть такой секретной. В общем, мы хотим стать не только российским, но и мировым хабом по предоставлению и вообще по разработке программного обеспечения, по инновациям с точки зрения IT. Именно на это был направлен наш проект Иннополис, строительство IT-города, первого и единственного в России, нового, с нуля, который мы построили. И вот эта миссия нашего правительства, которую сегодня мы здесь реализовываем, чтобы Марк Цукерберг узнал про Иннополис и приехал обязательно его посетить. Так что я надеюсь очень, что вы тоже в своих Facebook-аккаунтах напишите, что Марк, please visit Иннополис, тогда мы получим большее количество, я так думаю, постов в Facebook и, возможно, достигнем нашей цели. Ну и, конечно, если серьезно говорить про Татарстан, мы уже хорошо представлены не только в России, но и за рубежом. Мы уже занимаемся экспортом IT-услуг, но хотелось бы нам и все-таки участвовать с точки зрения продвижения своей продукции, потому что сегодня наш бизнес, малый, средний, крупный, уже хорошо представлен в социальных сетях. Это не только Facebook, это и Instagram-сетка, конечно, да, и какие-то другие сети, но сейчас важно уже переходить все-таки в качество, в качественный контент, в правильное позиционирование, да, и работать уже не просто над тем, чтобы там быть и писать, там, доброе утро, да, а от какой-то компании просто в воздух, а чтобы действительно была маркетинговая стратегия, которую малые компании со своими небольшими бюджетами могли реализовывать и, соответственно, расти, да, расти. Поэтому я считаю, что это мероприятие, оно знаковое для нас, ключевое, и я бы очень хотела, чтобы вы, все, кто сегодня сюда пришел, рассказали о тех инструментах и механизмах, которые вы сегодня узнаете, своим друзьям-предпринимателям поделитесь тоже этим опытом, чтобы как можно больше у нас было качественного контента в эпоху постправды и в эру информационного загрязнения, в котором мы с вами сегодня все проживаем немножечко. Вот, поэтому я желаю команде Фейсбука все-таки найти время в своем плотном графике, чтобы получше узнать Татарстан и посмотреть какие-то достопримечательности, которые до сих пор вы еще не сумели увидеть в связи с насыщенной программой работы. Ну и, конечно, не останавливаться на Татарстане, а проводить такие мероприятия и в других регионах России, в субъектах России. Вообще, Татарстан очень гостеприимная республика и дружественно настроена к другим субъектам. Я думаю, что такие мероприятия нашим коллегам в других регионах России тоже были бы очень полезны. И здорово, что вы, наконец-то, вышли за пределы Москвы, потому что за МКАДом тоже есть жизнь и еще какая. Так что я желаю всем интересного дня. И чтобы продажи у вас взросли по итогам этого феминара. Спасибо. Спасибо большое.